По всем предпосылкам, под половодие обстановка ожидается напряженной. Высота снежного покрова и запасы влаги превышают норму в полтора-два раза. Рустам Иниханов отметил, на реках появляются промоины. На некоторых начался подъем уровня воды. В ближайшие дни температура резко повысится. Плюс будет и в ночное время. Это приведет к активному снеготаянию. Максимальные уровни воды на реках ожидаются выше нормальных значений. От 16 до 77 сантиметров. Если взять по республике, опасное затопление представляет 10 рек в 18 наших муниципальных районах. Кубня в Кайбетском и Зеленодольском, Корла в Буинском, Берсуд в Мамадышском, Малый Черемшан, Казанка, Шишма, Урюм, Берля, Ик. В зоне подтопления могут оказаться 32 населенных пункта. Порядка тысячи человек в разных районах поводок может отрезаться от прямого транспортного сообщения. Эти селы должны быть обеспечены необходимым запасом продовольствия и медикаментов, перебойной связью и электрогазоснабжением, аварийно-спасательным инвентарем. О готовности к ледоходу доложил глава Минтранса. На региональных дорогах более тысячи мостов. Все готовы к паводку. Прочищены 13 тысяч труб. Все людские ресурсы, материальные и технические ресурсы подготовлены. На круглосуточное дежурство перешли. Понятно, что обязательно будут чрезвычайные такие ситуации. Наша задача вовремя отреагировать. Со 2 апреля в 14 районах проведут подрыв льда на больших реках. Важно предупредить жителей, отметил райсреспублики. Обращаю внимание глав администрации на необходимость оказания всестороннего содействия подразделения МЧС при проведении этих мероприятий, а также информирование населения о предстоящих работах. Это обязательно. Тревогу вызывает угроза подтопления населенных пунктов с плотной застройкой, в основном в пригороде. Учитывая аномально снежную зиму, паводок в этом году может повторить ситуацию в 2022 или 2018 годах. Тогда-то тортанцам понадобились не только резиновые сапоги, но и лодки. Всем ответственным службам Рустам Мениханов поручил перейти на круглосуточный режим работы. Главам городов и районов, Министерства строительства и архитектуры, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, МЧС, следует организовать круглосуточное дежурство аварийно-спасательных бригад, дорожных и коммунальных служб. Оперативные реагировали на все сообщения о фактах затопления. Также Райс Республики поручил обеспечить запасы материалов для возведения временных дамб с возможностью их быстрой доставки к местам затопления, проверить и расчистить водоотводные каналы и дренажные системы. Лина Зинатольевна, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань.